Спонсор проекта компания Вербатим. Вербатим. Технологии, которым доверяют. Доброго времени суток, я Арина и с вами снова Технокухня. Мы рады появлению бренда Deepcool на нашей кухне и с удовольствием рассмотрим новинку от него. Deepcool Prostuin это кулер со смелым дизайном. Он вам определенно запомнится благодаря вентилятору, напоминающему граммофон. Мы бы посоветовали сделать рамку цветной, возможно добавить подсветку и смотрелось бы еще эффектнее. Вентиляторы с одной стороны 12 см, с другой 10 см. Если надумаете менять вентилятор на этом кулере, придется выбирать из 10 см моделей. Кулер выглядит довольно компактно, но это впечатление ошибочное. Высота довольно большая, 15,1 см. Просто ширина пластин небольшая. В общем, перед нами слегка уменьшенный по габаритам супер кулер, который из-за высоты поместится практически в любой ATX и M-ATX корпус. 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм каждая пронизывают две секции радиатора. Есть прямой контакт с крышкой процессора. Кроме того, подошва имеет свой мини-радиатор. Число пластин в каждой секции 38. Довольно мало. Пластины толстые и расстояние между ними большое. Все это указывает на то, что модель заточена под тихую работу вентилятора. Интересно, что запитываются оба вентилятора от одного штекера. Поддерживается шим регулирования. Нам очень интересно, на что годится данный кулер. Чтобы сравнить его с другими, мы по нашим методике воспользовались реобасом и подкрутили обороты вентиляторов так, чтобы было 40 дБ с расстояния 15 см. Таким образом мы узнаем, какой кулер или система охлаждения эффективнее при одинаковом уровне шума. Вентиляторы оказались весьма шумные. При уровне шума 40 дБ 1170 оборотов в минуту. Для 10 см вентилятора это много. У нас, как правило, 12 см вентиляторы разгоняются до 1300 оборотов за минуту при все тех же 40 дБ. Налицо не совсем удачная конструкция, создающая шум. За окном установилась жаркая погода, поэтому тесты проводились ночью с включенным кондиционером. Все для того, чтобы установить 24 градуса Цельсия. Именно при таком значении мы тестируем все охлаждающие системы. В итоге, после 15 минут линпака 65 градусов Цельсия. Увы и ах, результат не выдающийся. Проигрыш скает Катана 4, имеющий высоту 14,3, а не 15,1 см. И три тепловые трубки, а не четыре. С другой стороны, с четырехъядерным процессором Intel кулер справляется и многое зависит от цены. Стоимость Deepcool Frostwind летом может упасть ниже 1100 рублей. И учитывая все сокетность, она может стать народной моделью.